Всем привет! Я продолжаю свой рассказ о поездке в Шэньчжэй и парке «Окно в мир». Здесь собрано 130 репродукций знаменитых туристических достопримечательностей со всего мира. Они подробно и естественно реконструированы в соответствии с реальными объектами в пропорциях 1 к 15, 1 к 5 и 1 к 1. «Окно в мир» делится на несколько секций – Азию, Океанию, Европу, Африку и американский регион, а также сад скульптур мира и интернациональную улицу. Со всего мира самые лучшие архитекторы придумывали вот это бесценные такие. Как вам сказать, когда ты приходишь, я обожаю древние города, я люблю все, я на этом помешана. Но когда ты входишь в середину, да, тебе нравится то, что оно огромное, то, что очень интересный интерьер в середине. Но когда ты видишь вот эти миниатюры, да, ну понятно, они могут быть даже больше с тебя ростом, это не обязательно, что они маленькие, ты видишь всю задумку автора, ты видишь всю задумку гения, который, зная все основы, да, зная все, как правильно делать, да, изучая это в школе, в университете или еще где-то, он делает все наоборот, все по-своему, все то, как он видит. И в этом прелесть, вот этого чуда, света, да, и их, они разные. То есть это все видно, как на макете, да, ты можешь справа-слева подойти и посмотреть, как он задумывал это все, почему вот здесь окна такие, а двери такие, а потолок совсем не такой, как должен был быть в нормальном, да. Это так же, как у нас, мы когда сдавали экзамен по хореографии, наверное, на третьем курсе, я поставила танец там сюжетный и один из учителей, который у меня не преподавал, потому что, ну, приглашенные были учителя, ну, знал, конечно, меня, потому что у нас город маленький, он говорит, Юля, такого движения нет, понимаешь, такого движения в народной хореографии нет, и вообще в хореографии нет, ты должна ставить то, что уже есть, то, что уже придумали, понимаете. Ну, понятно, что я не послушалась, потому что для этого мы как бы, ну, да, развиваемся, для этого мы учим основы, чтобы потом придумывать что-то свое. И вот в этом прелесть этого парка, потому что вы можете посмотреть разных гениев, которые продумывали это все, все как бы не по правилам, не по тому, как должно быть, а вот по тому, как они это видят. Парк бесподобный, парк шикарный, он огромный, то есть там мы ходили, мы уже на лавочке сели, мы уже раздулись, мы потом опять пошли, фотоаппарат не выключался. Ну, это же, понимаете, еще, надо встать в позу, чтобы соответствовало задумке автора, не угомоны, нет, чтобы, честно, я, наверное, если еще раз попаду в этот парк, а я, если буду там, я по-любому еще раз пойду, я не буду уже даже фотографировать, я просто буду наслаждаться, потому что это бесподобная красота, это не передать вот эти чувства, что наполняют тебя, когда ты видишь. Понятно, что в конце мы еще пошли, на Эйфелеву башню солезли. Вы знаете, я вам так скажу, что мне даже этой хватило, там такой ветер был, что я думала, что меня унесет, у меня камеру, знаете, так тык-тык-тык-тык, то есть я не могла нормально держать камеру, она все равно от ветра как бы давала такие помехи. Я не представляю, как на настоящую Эйфелеву башню подниматься, это вообще, наверное, там все-все такие малюсенькие-малюсенькие внизу. То есть мне это и достаточно было, абсолютно. К сожалению, мы не могли долго там находиться, потому что у нас были другие планы, но мы знали, что вечером там шоу световое, очень красивое, сцену мы смотрели очень большая, то есть я думаю, что там артисты, и еще плюс там артисты выступают не только вечером на сцене, в разных, ну как бы, в разное время, в разных частях парка идет как бы представление каждой национальности, да, в этой части, например, вот индейцы выступают, в другой части, например, китайцы, то есть идет, чтобы все сделать для того, чтобы вы попали в этот мир и поверили, что вы именно в Индии, что вы именно в Санкт-Петербурге, что вы именно в Англии, чтобы вы вот это почувствовали. В одной из части парков мы увидели динозавриков, также здесь был зал, где можно было покататься на коньках. Увидя Пизанскую башню, ну просто невозможно было ее не толкнуть, понимаете? По-другому тут никак нельзя. Вы знаете, я очень обрадовалась, когда увидела греческий Акрополь, потому что, будучи в Греции, я была еще давно-давно-давно, и у меня не было тогда фотоаппарата, я не могла даже одной фотографии сделать с этой прекрасной страны, вот на память. И я сфотографировалась здесь, мне было приятно, я понимаю, что он намного меньше, чем настоящий, я там гуляла, мне очень нравилось, но вы знаете, вот посмотришь на маленький Акрополь, вспоминаешь большой, и я думаю, люди, которые очень много путешествуют, им тоже будет интересен этот парк, потому что, увидя что-то, дворец какой-то, какая-то другая, это себе мост, или что-то еще с той страны, в которой они были, у них будут, знаете, приходить воспоминания, а я там была, а там было вот то-то. То есть в любом случае, я уверена, что парк вам понравится. Еще что, знаете, очень хорошо в этом парке, вы когда приходите, там есть камера хранения, то есть все вещи, даже если вы просто, ну, еще не поселились в отель, да, как-то, или приехали вообще проездом, вы можете оставить все вещи в камере хранения и налегке погулять себе в парке. Это очень шикарно, это очень удобно. Входной билет я не помню точно, сколько стоил, может 140, может 170 юаней, то есть, ну, вот где-то так. Просто честно я вам скажу, за всю поездку я вот тратила на парк, я вот трачу на парке, на вот такие достопримечательности, деньги, никогда не жалею их, потому что, ну, это ничем не заменишь. Ты не можешь второй раз поехать в Китай, так далеко полететь, да, можешь, конечно, но не ради одного парка, а уже будучи там, ну, невозможно на этом экономить. Обходив все, что мы могли успеть до трех часов дня, по-моему, да, вот так, мы поехали на метро, чтобы отправиться на пароме в город Макао. Продолжение следует...